Приветствую всех на информационном портале Альфа Ньюс. Я Вальков Вячеслав и в эфире студия Свободы. Спасибо всем тем, кто уже присоединился к нашему информационному порталу. Спасибо всем тем, кто смотрит нас постоянно. Сегодня у нас в гостях, как я и обещал, и проанонсировал лидер социал-демократа Виктор Петрович Шелин. И сегодня мы будем, в принципе, говорить с ними о том, о чем мы с вами, в принципе, всегда говорим в наших передачах. Об обстановке в стране, о его борьбе, о том, как мы видим молдавское общество в нашем будущем. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, как бы, я хотел бы сразу еще сказать всем тем, кто нас сейчас смотрит, skype-study alphanews.md. И еще одна убедительная просьба ко всем, кто сейчас, как бы, уже в эфире, сейчас, как бы, уже в эфире, всем тем, кто меня слышит. Пишите своим всем друзьям, знакомым, которые находятся в онлайне, в одноклассниках, в скайпах, чтобы присоединялись. И с вами передачи, обещаю, будет интересно. Будем откровенно обсуждать все возможные вопросы. Формат передачи мы построим сегодня так. Я буду часть вопросов задавать лично, потому что у меня есть определенные заготовленные вопросы. А если у вас есть вопросы, то вы дозваниваетесь к нам в скайп. Саша нам, как бы, показывает, что у нас есть звонок в студии, и мы выводим вас в прямой эфир, и вы задаете свои вопросы. Ну, в принципе, как бы, поехали. Виктор Петрович, еще раз, здравствуйте. Здравствуйте. Первый вопрос. Миллион лей, которые требуют от вас Молдова ГАЗ. Чем вы им так насолили? Что они оценили свой моральный ущерб, такая благородная девица, оценила свой моральный ущерб в миллион лей. Как вы так растревожили этот змеиный клубок, что они решили вас наказать на такую кругленькую сумму? — Ну, Вячеслав, во-первых, мне кажется, что вы немножко с иронией говорите. — Конечно, да. — Вам смешно, да? — Нет, ну, знаете, уже не только мне смешно, уже большинству жителей страны смешно, в кольких судебных процессах вы участвуете. Уже это какой будет по счету тусут у вас? — Нет, это уже не смешно. — Нет, ну, люди, мы смеемся сквозь слезы, то есть нам грустно, то есть мы понимаем всю ту ситуацию в стране и тот беспредел, который творится. Мы понимаем, что, чего добивается власть. И, конечно, мы, чтобы не грустить, мы с иронией относимся на многие вещи. — Ну, во-первых, уголовные дела, которые возбуждены, это очень серьезные уголовные дела. И вы понимаете, что в Молдове возбуждали уголовные дела против политиков, но за какие-то экономические преступления. Я до 2010 года, 25 лет, был в бизнесе. Никогда никто не возбуждал против меня уголовные дела. И вот за два года в бизнесе, может быть, больше за последний даже год, то есть в политике, за последний год в политике возбуждено достаточно много уголовных дел и инициировано много административных дел. Вы должны понимать, что административное дело, в конечном итоге, оборачивается в случае наказания только штрафом. Но это, условно говоря, ярлыки на истории человека. И когда ты встречаешься на Западе с политиками и в прессе проходит информация, что человек был подвергнут административному наказанию за нарушение законодательства, везде в мире это воспринимается как человек, нарушающий закон. Да, он не сидит, получил штраф, но человек незаконопослушный. И, условно говоря, лица высокопоставленные, с кем приходится встречаться, они относятся к этому достаточно настороженно. Это и есть цель. То есть, в принципе, я перебиваю вас, я уже это видел и наблюдал в парламенте, когда вы находились в парламенте, кто-то из либералов там кричал, что этот уголовник здесь делает в зале, вы видите его, пожалуйста. В Соединенных Штатах Америки, в Японии, в Китае, в Германии, политик, который нарушил правила дорожного движения, это незаконопослушный гражданин. И когда о политике Шеллини, который приезжает, вот я был в Румынии, к примеру, во время выборов из разных стран мира, присутствовали наблюдатели с различных партий на уровне заместителей, председателей партии, председатели партии были. То есть, это имеет отражение, по крайней мере, шепот там на банкете где-то, где, как бы, происходило чествование победы социал-демократов, уже показывают или кивают на человека. Да, этот человек обращает на себя внимание, но у этого человека, условно говоря, по ихним стандартам, несколько подмощена репутата как незаконопослушного гражданина. Они не вдаются в подробности, что все эти административные дела по политическим, как бы, мотивам, мною совершались, и наказание следует из-за политической борьбы. А что касается уголовных дел, то здесь намного вопрос серьезнее. Вы поймите, что за всю историю Молдовы не было такого политика, которым бы за короткий первый международный времени столько бы уголовных дел открыли. Но давайте посмотрим, что это за уголовные дела. Первое уголовное дело – это бельские события, когда я и бельчане, и другие представители партии вступились за честь нашей страны, за конституционный порядок, за государственность. И возбужденное уголовное дело имеет не только подоплеку политическую, но и сама статья – это запрет закона разрешенного митинга. Все граждане Республики Молдовы знают, что согласно закона о собраниях, статья 8, в Молдове запрещены митинги, которые призывают к свержению государственного строя. Все знают о том, что Павличенко и акционы 2012 даже не уведомили о проведении этого митинга. Этот митинг начался в обед, а не в три часа, который был запланирован госпожой Гуцу. Все понимают, что это незаконно, но все понимают, что возбужден уголовный процесс, что дело уже передано в суд, что мне грозит до трех лет тюрьмы. Но, люди, что мы можем поделать? Выкарабкивайся, Шеллинг, как сможешь. Я думаю, что цель властей – не посадить меня в тюрьму, а все-таки подверг меня уголовному наказанию в виде нескольких лет тюремного наказания, но со срочкой исполнения. Почему? Потому что через два года будут выборы, и если я нахожусь сейчас как раз, отбываю со срочкой наказания, я не имею права баллотироваться на следующих парламентских выборах. То есть, эта цель властей, то, что на моей судьбе будет пятно, то, что о моих детях будут говорить, что у вас отец уголовник, это как бы такой семейный аспект, моральный аспект, а политический аспект – это то, что я могу быть недопущен к избирательной кампании. Это их цель. Безусловно, мы будем оспаривать эти решения, дойдем до Европейского Суда права человека, но цель их не такова. Но более возмущает меня факт, что против меня возбудили уголовное дело только за то, что я пригласил директора Института США семьи. И не на площади где-то организовал какое-то мероприятие, а в кинотеатре Патрии пригласили неправительственные организации. Академик, профессор, директор Института Соединенных Штатов Америки прочел лекцию о пагубности влияния лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на семью. То есть, как это может разрушать семьи, как это влияет на ребенка, как нужно оберегать ребенка от влияния гомосексуалистов. Были приведены данные, что 90% гомосексуалистов, конечно, в итоге начинают тяготеть к сексу с детьми. То есть, становятся педофилами. Становятся педофилами, да. То есть, это, кстати, насчет Соединенных Штатов Америки. Все граждане Республики Молдовы, особенно пользователи сети интернет, должны знать и могут в этом убедиться, что в Соединенных Штатах Америки в большинстве штатов запрещен гомосексуализм. Тем более пропаганда. В Германии, где есть закон о недискриминации, ограничиваются права лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в праве на трудоустройство. А в некоторых областях можно устроиться на работу, но есть жесткие ограничения под угрозой увольнения, если человек попытается продемонстрировать свою сексуальную ориентацию. У нас же абсолютно полные свободы. У нас даже не вступил еще в силу закон о равенстве шансов. А меня уже преследуют по уголовной статье, которая гласит о расовой дискриминации и разжигании межнациональной розни. То есть они под расовую дискриминацию, сексуальную дискриминацию. Это та же самая статья, по которой преследует генерального секретаря партии Сергея Карабчанова. За те зеленые книжки, которые распространены. Просто за распространение литературы, которая составлена на основании публичных, открытых источников информации. Просто это собрано в одну брошюру. Был материал о пагубности, опять же, влияния гомосуциальной связи на традиционные уклады жизни в ряде стран. Дальше возбуждено уголовное дело по факту сбора нами подписей. Вы помните, что 3-го числа мы собрали 230 тысяч подписей и приставили их в ЦИК. ЦИК даже ради приличия не отклонил 40 или 50 тысяч подписей. Он нагло продемонстрировал народу, что он не позволяет народу вообще пытаться управлять государством и реализовать свое право на прямое управление государственными делами. То есть они отклонили 197 тысяч подписей, при этом не признав их недействительными или фальсифицированными. В тех подписях 150 лиц, которые подписались, уже умерли. И их просто нужно было исключить, потому что мы 3 месяца собирали подписи. Много людей преклонного возраста ставили подписи, за 3 месяца люди умерли. Там было 500 человек несовершеннолетних. То есть по годам уже 18, но до даты рождения. То есть дата рождения не наступила, значит он еще несовершеннолетний. 500 человек были исключены по этому признаку. Впервые в истории нарушения закона все фамилии с образцами подписей заносились в один компьютер, запрашивались данные с паспортного стола и сверялись визуально каллиграфическое соответствие. И только 4 тысячи подписей были поставлены под сомнение. А закон даже не разрешает ставить под сомнение подписи. Закон определяет, что граждане, если у кого-то возникает сомнение, они имеют право позвонить гражданину и спросить, ставил ли он подпись. Если гражданин говорит ставил, больше никаких действий не имеет права делать. Если гражданин говорит не ставил, гражданин должен письменное заявление написать. То есть у нас, они понимали, что мы проходим барьер в 200 тысяч и аннулировали в 197 тысяч. И после этого логично, что мы должны были подать в суд. В суд, да. Все спрашивают, почему не было. У нас было 1200 человек. Да. Значит, мы не организация. Каждый гражданин, чьи подписи не признали, должен обратиться в суд. И мы письменно запросили ЦИК, будьте любезны, дайте нам фамилии сборщиков подписей, чьи подписи вы отклонили. И номера подписных листов. Да, и номера подписных листов. Чтобы эти граждане имели право обратиться в суд, защитить свои права как сборщики подписей. Они для того, чтобы не дать нам данные, чьи подписи были отклонены, попросили прокуратуру возбудить уголовное дело. И прокуратура листы забрала как вещественные доказательства. И теперь прокуратура может 2-3 года держать под уголовным преследованием это дело и не выдавать нам подписные листы, чтобы мы не знали, кто имеет право обращения в суд. Мы обратились в судебную инстанцию с требованием, чтобы по факту рассмотрели, был начат процесс, нам отклонили это заявление в судебной инстанции. То есть граждане оставили без возможности оспаривать это дело в суде. Именно по этой причине мы воспользовались договоренностью с партией коммунистов и пропустили наш проект закона через парламент. И убедились в том, что это было политическое решение не дать молодовскому народу выйти на референдум. Потому что руками Альянс Европейской Интеграции подтвердил, что он против того, чтобы дать молодовскому народу возможность прийти на референдум и высказать свою волю. То есть таким образом вы видите, что все уголовные дела абсолютно связаны с целью власти ограничить мою политическую деятельность. Почему? Потому что сегодня на политическом поле есть несколько лидеров. Кто-то сегодня сидит в парламенте, кто-то, я имею ввиду Дадон Мишин, прислуживает Альянсу за Европейскую Интеграцию. Лидеров не решителен в этой общественно-политической ситуации и не поднимает свой электорат на активную борьбу. Мы же всеми способами стараемся бороться против существующего режима и получаем в ответ уголовные дела. Но, как вы видите, не останавливаемся и идем дальше. Ваш вопрос был о миллионне. Виктор Павлович, у меня вопросов много. Вы чем больше говорите, тем больше подвесных вопросов. Я бы хотел поподробнее остановиться на последнем деле. То есть о том, что прокуратура сейчас фабрикует в принципе дело по поводу фальсификации сбора подписей. Я скажу, что происходит. Вы скажите, как есть. Я пока наливаю вам. Чтобы вы вопросов не задавали, я скажу, как она есть. Давайте. Когда создана прокурорская бригада, опять же, впервые в истории Молдовы, более 70 прокуроров по всей республике. Эти прокуроры подчинили сотрудников полиции. Называются они сотрудники по уголовному преследованию. И вот они бригадами ездят по всей территории республики Молдовы. Им дали в нарушение законодательства подписные листы. Они приезжают в Примырии, пачками собирают в селах людей. И говорят, люди же простые, они не знают своих прав. Они не знают, что можно просто послать полицейского. Потому что человека можно пригласить на допрос. Но какого человека? Человека, который подозревается в совершении преступления. А гражданин, который поставил свою подпись, он не может подозреваться в совершении преступления. Соответственно, его никто не имеет права вызывать. Ни как свидетеля, ни как подозреваемого. Тем более, что закон определяет тайну воли изъявления. Лицо, которое проявил свою волю, не имеет права допрашиваться и высказаться по поводу, высказал свою волю или не высказал свою волю. То есть могут допрашивать только или опрашивать только тех, кто собирали подпись. И ему задать вопрос, вы подтверждаете, что вот фамилия такая-то, поставил человек подпись. Он говорит, да, такая-то, вот не помню. Но если человек дал показание, что он не помнит, вот тогда они уже могут подойти к человеку и сказать, что человек не может доказать, что, не подтверждает, что это вы дали подпись. Поэтому мы хотели бы уточнить. Что сегодня происходит? Те люди, которые не партийны, члены партии коммунистов, социал-демократическая партия, когда к ним приходят прокуроры или сотрудники полиции, как бы допросить, просто посылают. Могут и виллы взять. Да нет, у людей огромное недовольство жизнью. Люди хотят в таможенный союз. И когда они видят еще людей в погонах, там доходит иногда и до неповиновения людей. Но вы знаете, за партию коммунистов проголосовало 40%. А по вопросу общественного мнения за таможенный союз выступает 60%. Это значит, что 20% тех, кто проголосовали за альянс, выступает за таможенный союз. И когда приходишь, а там подписался демократ Лупу или либерал-демократ Филат, а у нас есть случаи, что и либералы подписали за таможенный союз. И когда сотрудники полиции подходят и говорят, а где тут Петру живет и прочее, а что такое? Вот нужно его просить, он подписался за таможенный союз. Как? Он же либерал. Подходят к либералу и говорят, слушай, ты что хочешь, чтобы ГИМП узнал, что ты подписался? Говорят, да нет, ребята, вы что? А что нужно сделать? Напиши, что это не твоя подпись. И люди, либерал-демократы, демократы, либералы, пишут, что это не их подпись. А я слышал, что еще жестче стоит обстоятельство, если ты являешься административным работником. То есть, будешь работаешь на почте или где-то в премарии. Как правило, это преподаватели, образованные люди, преподаватели, работники премарии, бизнесмены и прочее. Есть случаи, когда люди собирали подписи, они прекрасно знают, что этот демократ или либерал-демократ ставил подпись. Либерал-демократ уже отказался от своей подписи. Человек приходит к нему домой с прокурором и говорит, слушай, Вася, ты же поставил мне подпись. Он говорит, Коль, ты же понимаешь. То есть, уже есть свидетельство того, что люди признаются сборщику подписи, что да, это моя подпись, но извини и прочее. Ну и что теперь делать? Судиться против человека, который отказался от своей подписи. То есть, фабрикуется такое громкое-громкое дело о том, что в Молдове народ не хочет вступать в таможенный союз. И что есть такой хулиган политический, шелин, фальсификатор мощнейший, который, оказывается, сделал такую массовую фальсификацию на 200 тысяч подписей в стране. Но задаваясь вопросом, если я сделал такую массовую фальсификацию, зачем нужно столько прокурорских работников и столько сотрудников полиции поднимать на ноги и ходить по всем деревням? То есть, безусловно, что это политический процесс. Процесс века против лидера партии, который поднял народ с колен, убедил народ, что мы можем сами управлять страной. И что у народа, и разъяснил вообще народ о том, что у народа есть конституционное право управления прямыми делами. Вторая статья Конституции говорит, что если народ недоволен теми, кого он избрал и хочет поменять ситуацию в стране, он имеет право на референдум, то есть на прямое управление государственными делами в стране. Это норма Конституции специально записанная. И это правильная норма Конституции, потому что если человек выбрал, а его обманули, он что, должен 4 года ждать? 4 года из жизни вычеркнуть в нищете, в безумии молдавском. Поэтому Конституция предусматривает, мы ее должны защищать, нашу Конституцию, что граждане имеют право создать инициативную группу, собрать 200 тысяч подписей и решить свою судьбу. Как? Не 200 тысяч решает свою судьбу, а не только предоставляет возможность многомиллионному молдавскому народу прийти на референдум и решить судьбу. То есть эти 200 тысяч это герои, которые решились открыто начать процедуру национального референдума. Виктор Петрович, уже тогда вернемся к миллиону. Ну, вернемся, то есть мы немножко рассказали о том, какая у вас сейчас обстановка, давайте вернемся к миллиону. Вот миллион молдгаза. Миллион оценил свой моральный ущерб, вы видите, Шелин нанес моральный ущерб в миллион лей. Что же все-таки вы такого сделали? Безусловно, это беспрецедентное судебное разбирательство, когда против политической партии, дело в том, что Молдова ГАЗ выдвинул иск против партии. Понятно, что против меня, но против партии. Это первый случай, когда против партии выдвигается такое серьезное обвинение в том, что мы нанесли материальный урон имиджу Молдовы ГАЗ. То есть, безусловно, для людей, которые нас слышат, понятно, что Молдова ГАЗ никак не может подтвердить сумму своего морального урона. Но цифра такая обозначена в судебном иске для того, чтобы было страшно. Иск был оформлен в 2011 году. Сейчас конец 2012 года. Четыре раза Молдова ГАЗ передвигала судебное разбирательство. Почему? Они ждали, чтобы Шеллин пришел к Гусеву, молодому симпатичному человеку, руководителю Молдовы ГАЗ, и попросил извинения, и сказал, ну не надо. Но Шеллин не пришел к Гусеву, и не попросил никакого извинения, и все-таки ждал, чтобы был, значит, процесс. Почему? Потому что у нас есть неопровержимые доказательства, что Молдова ГАЗ, руководство Молдовы ГАЗ, руководители многих предприятий Молдовы ГАЗ, незаконно включают расходы в тарифы. То есть, граждане платят сумму, размер тарифа незаконно. Что значит незаконно? Мало. Было бы еще мягко, если бы это просто были неправильно калькулированные расходы в тариф заложены. Но туда заложены якобы расходы, но на самом деле миллионы, десятки миллионов долларов, которые заложены, чтобы мы с вами их оплатили, и потом выводятся в офшорные компании. И я открытым текстом заявил о том, что Молдовы ГАЗ нарушает законодательство, включает незаконно расходы в тариф, и граждане их платят, и отмывает денежные средства, соответственно, в пользу руководителей Молдовы ГАЗ. Когда речь идет о таких больших деньгах, всякое может быть. Всякое может быть, потому что это очень огромные деньги, это десятки миллионов долларов. Они прибегли к варианту такому мягкому, наказать деньгами или запугать деньгами. Я считаю, что это еще мягкий вариант. И полагали, что, конечно, я сдадусь. Все политические партии за 20 лет независимости никогда не ругались. И вы должны задаться вопрос, почему независимо от смены власти Молдовы, никто не ругался с Молдовы ГАЗ. Не ругались с Молдовы ГАЗ, потому что там десятки миллионов незаконных денег в тарифах. И они, естественно, распределяются. Между теми, кто не трогает Молдовы ГАЗ, между теми, кто Молдовы ГАЗ их формирует. Я достаточно ясно объясняюсь? То есть Молдова ГАЗ – это определенная государственная кормушка, меняется власть, а кормушка всегда остается, и никто золотую курицу не трогает. Безусловно. Я позволил себе об этом сказать впервые в истории республики открыто. Молдовы ГАЗ в истории сказал о том, что государство за бюджетные деньги строит газопроводы и передает Молдовы ГАЗ, уже построенные газопроводы за деньги народа. И Молдовы ГАЗ эти расходы, то есть то, что получил на баланс, опять включает в тариф, и человек второй раз якобы за понесенные Молдовы ГАЗ расходы опять оплачивает. А их-то некуда тратить, и они опять отмываются. Дальше я сказал о том, что была вскрыта преступная группировка, то есть на уровне главного бухгалтера Кишинев ГАЗ, а я уверен, что это не только главный бухгалтер, но и выше люди стояли за этой операцией, когда по всему Кишиневу собирались наличные деньги. То есть показания счетчиков показывают для бухгалтерии, что никто ничего не ворует, газ все-таки в домах поступал, и за этот газ брали наличные деньги. То есть это уже доказанное преступление, и люди осуждены. Соответственно, если есть откуда-то невероятно взявшийся газ, который можно влевую продавать, соответственно, или на входе неправильно фиксируется количество газа, который входит, значит, воруются деньги у Газпрома России, Молдова ГАЗ, или на выходе счетчики неправильно работают. А я считаю, что на выходе счетчики неправильно работают, потому что Газпром никогда не предъявлял Молдову ГАЗ при тезе, что воруется газ. Вот мы слышали историю, что Украине предъявлял, что откачка идет газа незаконная, а Молдове никогда не предъявлялись такие требования. Соответственно, на выходе счетчики подкручивались, соответственно, есть неучченный газ. Откуда может появиться неучченный газ? Только за счет разбавления этого газа. Вот я про нагрев, что разбавляли газ, увеличивается объем. Поэтому люди и говорят, слушайте, что происходит? Ставлю в кастрюлю с водой. У меня всегда был чайник на литр, да? И я там два года тратил на газ, на чайник, условно говоря, 50 кубов, а в этом году я трачу 70 кубов и примерно столько же чая пью. То есть люди поняли, что качество газа, то есть количество килокалорий, а в одной тысяче по ГОСТу должно быть 776 килокалорий. Джоли, Джоли. Вроде бы. Килокалорий. Килокалорий. Да. Вы килокалории с питанием. Да, да, да. Это энергетика. Что самое интересное, в Европе счетчики считают не объем газа, а счетчики считают энергетическую емкость газа. А у нас все считается воздух, воздух. А у нас специально эти счетчики не ставят. Я вам скажу, что также Наре и счетная палата выявили факты, по нему возбуждено уголовное дело, что завозили счетчики, устанавливали счетчики не сертифицированные, которые не подлежат вообще установке в Республике Молдове по стандарту. И для чего они завозились, такие счетчики? Для того, чтобы правильно крутить в пользу Молдовый газ, потому что это Молдовый газ их устанавливало. Так вот, я соответственно сказал, что у меня есть сомнения по поводу того, что качество газа не соответствует, потому что не было бы лишних объемов газа, которые собирали наличные деньги. И в конце своей декларации я заявляю, я же не судья. Я беру все данные из прессы, я встречаюсь с людьми, слышу, что они говорят. Я как политик делаю декларацию, обращаю внимание общественности, что есть нарушения. И я обращаюсь в конце к генеральному прокурору о назначении проверки финансо-хозяйственной деятельности, выявления фактов или не выявления фактов о таких нарушениях. То есть, что должен делать политик не у власти? Он должен обращать внимание тех, кто у власти, правоохранительных органов о том, что совершается преступление по его мнению и по мнению граждан. А прокуратура, Центр по борьбе с коррупцией, стандартизация должны проверить мое заявление соответственно действительности или нет. Если соответствует, людей наказать. И самое главное, людям, которые платили за этот газ незаконно деньги, вернуть. Вот суть моего заявления. И я как политик, я для этого пошел в политику, чтобы заниматься борьбой с коррупцией, отмыванием денег и законными тарифами. И я этими занимаюсь. Будет власть, я буду сам это делать. А те, кто будет не у власти, будут меня требовать это делать. Так устроена политическая система. То есть я должен требовать от тех, кто в власти. Если я прихожу в власти, от меня требует народ и тех, кто в оппозиции. Но вы видите, что... То есть в принципе Молдова ГАЗ хочет вас наказать только за то, что вы тень кинули на такую уважаемую компанию. Молдова ГАЗ не хочет меня наказать. Молдова ГАЗ хочет, чтобы я пришел и договорился. А соответственно договорился, может и подплатят еще, но чтобы больше не говорил. Чтобы они могли продолжать совершать эти преступления. Не получится. Даже более хочу сказать. Что сегодня произошло? Сегодня было первое заседание. Сегодня я в зал заседания пришел знаете с чем? С 10 тысяч подписей граждан, которые подтвердили о том, что они требуют снижения тарифов и считают эти тарифы несправедливыми. И когда мы зашли в зал заседания суда с огромными папками, судья спрашивает, а что это такое? Я говорю, господин судья, народ Республики Молдовы поддерживает наши требования к Молдову ГАЗу о том, что он незаслужен. И что это у вас? Это подписи 10 тысяч граждан, которые присоединяются к процессу против Молдовы ГАЗ. Судья говорит, может вы, господин Ширин, не знаете, Молдовы ГАЗ обращается с иском. Я говорю, нет. Он обращается с иском, а я имею право в рамках этого дела потребовать от вас, от судей, чтобы вы назначили комплексную проверку. И было установлено, правы они, что я солгал, или прав я, что они обворовывают население. И что после этого Молдовы ГАЗ встает и говорит, господин судья, мы не готовы к заседанию, а мы принесли видеоматериалы, видеосъемки, документы. Документы в оригинале СНОРЕ мы их запросили, со счетной палатой. Мы очень серьезно подготовились для того, чтобы один раз поставить на место этот Молдовы ГАЗ. И юрист Молдовы ГАЗ говорит, господин судья, я не готов, я прошу перенести заседание на февраль. Я, пользуясь правом, отклонил, то есть потребовал, чтобы судья отклонил их демерс, переносец судебного заседания, заявил о том, что они просто хотят специально расстегнуть заседание, чтобы еще 2-3 месяца воровать у населения деньги. Но, тем не менее, судья принял решение и перенес заседание на 3 месяца. Что нам делать в такой неправовой стране? Виктор Петрович, спасибо. Бороться, подниматься с колен и свергать эту власть нужно. Так, у нас у вас чай, у вас есть чай, наушник, пожалуйста. И у нас уже есть друзья в скайпе. Саша, покажи картинку скайпа. Так, ага, Павел, Виктор, Анатолий. Кто начнет, у кого первый вопрос? Давайте, как бы я начну, как бы. Павел, вечер добрый. Добрый вечер. Вот такая вот у нас сегодня история, да, то есть история Виктора Петровича и его борьбы с этим беспределом. Виктор, у вас какой, ой, Павел, у вас какой вопрос? Ну, у меня пока вопросов нет, потому что это не только касается Молдовы, ГАЗ, как бы. У нас в стране сейчас вообще этот происходит беспредел, то есть власть узурпирована. И практически в любую отрасль, если заглянуть, творится то же самое. Не обязательно будем брать даже тот же Молдову ГАЗ. Тоже происходит и в сельском хозяйстве, и везде, как бы картина одинаковая. То есть, именно как по Молдове ГАЗ и вот по этому вопросу. Я могу сказать только, что правды добиться на сегодняшний день, это как бы нереально добиться. Потому что во власти сидят люди, которым безразлично, как бы, и судьба нашего общества, и нашей республики, и вообще им наплевать именно на всех вокруг, кроме себя. То есть, они видят именно себя королями положения сейчас. Они считают, что можно делать все, что угодно, и им за это ничего не будет. Павел, Павел, Павел. Да. Вы что предлагаете, открыть очередную бутылку водки на пиццу? Нет, это, конечно, не вариант. Вариант просто именно объединить людей и бороться с этими, как бы, я даже не хочу назвать их правительством, потому что это не похоже на правительство. Это, скорее всего, нанятые люди, которые хотят просто уничтожить страну. Больше ничего о них не могу сказать. Нет, давайте о стране чуть-чуть попозже. Это люди, которые воруют с вашего кармана деньги. И когда вы говорите, что бороться с ними бесполезно, я не согласен. Первое. Да, мы не имеем власти, но мы должны фиксировать преступления. Обращение в суд, то есть, публичная декларация, не принятие прокуратуры решения, не принятие центра борьбы с коррупцией решения, не принятие премьер-министром решения, не рассмотрение депутатами, превращает это все в процесс. Какой? Мы фиксируем преступления в виде поданного заявления. Они проявляют халатность. Халатность карается законом. Это уголовное преступление. И таким образом, мы уже демонстрируем о том, что есть состав преступления, коль начато судебное разбирательство. Есть лица, которые проявили халатность, которые соучастники этого преступления. Если мы добьемся справедливого решения суда, значит, они должны будут понести наказание, деньги должны быть возвращены людям. Если мы не добьемся справедливости суда в Молдове, мы имеем право подавать заявление в Европейский суд по правам человека. А дальше, если мы проиграем все эти процессы, мы должны понять, что только единственная форма, это смена власти, позволит привести в последующем настоящих избранников народа, которые вернутся к этому расследованию, раз, восстановят справедливость, заберут у них деньги, заберут у них вилы, приобретенные за наши деньги, и вернут, продадут кому-то, и вернут людям деньги. То есть, смотрите, за 20 лет никого, то есть наша жизнь всегда была плохой, у нас всегда ворвали деньги, но никто не восстановил справедливость, никого не посадил, и ничего не вернули народу обратно. Надо поставить точку. Народ никогда больше не будет верить власти. Если кто-либо придет к власти и не восстановит справедливость. Я вас очень прекрасно понимаю, но я разговариваю с людьми, именно каждый день практически общаюсь с людьми, я слышу, что люди, ну, какая-то часть, как минимум это процентов 20 из них, просто боится, именно боится за себя, то есть боятся высказать свое мнение, боятся, как бы, ну, не мнение, они боятся именно реакции, именно власти на их высказывание, на то, что они, как бы чего не вышло. Вот половина живет из них, именно по этому принципу. Как бы нас, лишь бы нас не трогали, как бы. Понимаете, люди не для этого живут на этом свете, чтобы постоянно с чем-то бороться. Политики для этого существуют, чтобы бороться за людей. И их, этих людей можно понять, особенно те, кто работает в бюджетной сфере, даже если не в бюджетной, даже если в частной сфере. Вы же понимаете машину подавления. Ты поднимаешь голос, выходишь на площадь, потом подходят к твоему руководителю и говорят, ты успокой этого парня, в противном случае мы создадим тебе проблемы. И руководитель начинает давить на человека, вроде бы не имеет права влиять на него, но начинает давить, говорит, Вася, не иди на митинг, потому что мне делают проблему. И Вася перестает идти на митинг. И вот так с каждым днем. У нас очень плохо произошло, что мы, условно говоря, забили профсоюзное движение, сделали ручным профсоюзное движение. В других странах, где профсоюзное движение мощное, политики всегда обращаются к рабочему классу, к профсоюзному движению, как правило, получают поддержки и вместе с массами народа идут добиваться определенной справедливости. У нас, к сожалению, сегодня профсоюзов нету. В первую очередь, потому что активная часть населения уехала за границу. Раз. Работающие, у нас сегодня 440 тысяч работающих в бюджетной сфере и всего лишь 600 тысяч вне бюджетной сфере. Остальная часть, это молодежь, ну, дети, дети и пенсионеры. Дети и пенсионеры на митинги не пойдут. И у нас вот остается возможность из вот этой частной сферы, чтобы кто-то пошел. Бюджетники, как правило, не ходят с частной сферы, чтобы кто-то пошел. Видимо, в этой частной сфере еще не все так плохо или много есть еще равнодушия, поэтому люди не поднимаются с колен и не идут на более активные протестные действия. Но, по крайней мере, люди должны видеть о том, что есть те, кто готовы бороться и бороться и готовы в случае необходимости возглавить это народное сопротивление против режима. Надежда всегда должна быть у человека. Можно говорить? Да, Анатолий, пожалуйста. Здравствуйте, Виктор Петрович. Здравствуйте. Виктор Петрович, здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий. Я вас слышу. Анатолий, мы вас слышим. Что-то очень плохо слышно. У кого-то эхо идет, видимо. Нет, Анатолий, все хорошо слышно. А? Мы хорошо слышим у тебя задний фон, дети, дом, семья. То есть мы все прекрасно слышим. Ага, хорошо слышно. Ну, здорово. Да. Хорошо. Значит, я хочу вас поблагодарить за то, что вы сегодня нашли время и выступаете в студии Свободы. Это очень здорово, потому что мне очень нравится, как вы излагаете ваши мысли, какие вы выдвигаете идеи. Поэтому я считаю, что все ваши идеи, которые вы выдвигаете, они действительно могут поднять нашу страну с колен. И это, ну, я, в общем-то, не вижу никаких прагматичных, более прагматичных идей со стороны других политических формирований. Анатолий, согласись со мной, что Виктора Петровича нужно звать почаще, хотя бы раз в неделю, чтобы он вот так вот с народом общался. Значит, чаечек, и вот, не было спрашивать обо всех на гостях в жизни. Ну да. Вот. И я хотел бы вас спросить, Виктор Петрович, скажите, пожалуйста, «Готова была бы социал-демократическая партия сейчас выдвинуть лозунг, мы не говорим о том, что это будет законопроект, но сейчас выдвинуть лозунг, благодаря которому социал-демократы сказали бы, мы готовы нести ответственность перед народом вплоть до тюремного заключения, если вы нас выберете, у нас будет полнота власти, и мы не справимся». Значит, первое. Наказывают обычно человека за то, что он нанес ущерб. Вот. Я беру на себя обязательство в том случае, что если я буду избран, и будет полнота власти, и я нанесу какой-либо ущерб своей стране или своему народу, я согласен вместе с членами партии сесть в тюрьму. А вот, если... Это чтобы конкретно сказать. А теперь, что вы имели в виду? То есть, если наносим ущерб государству или народу, материальный, моральный, то готов сесть в тюрьму. Однозначно говорю. Потому что я получил кредит доверия от народа и рычаги власти, которыми я имею право воспользоваться, так как считаю нужным от имени народа. Если я воспользовался рычагом власти данным народом против собственного народа, однозначно, я должен сесть в тюрьме. Здорово. Значит, что я имею в виду? Я имею в виду невыполнение предвыборных обещаний. Это и есть моральный ущерб. То есть, если вы говорите, что мы примем закон о том, что Молдова будет, если вы нам дадите полную власть, к примеру, ну, возьмем так, 60 процентов, 60 депутатов будут нашими, или там, сколько надо? 60 или сколько достаточно? Да. Чтобы принять закон, сколько нужно депутатов? 61. 61 депутат, чтобы и президента избрать, и парламент иметь, и правительство. То есть, если вы, Виктор Петрович, говорите народу так, я обещаю, что если у нас будет 61 процент, 61 депутат в парламенте, и мы получаем полноту, все рычаги власти, то мы примем закон, мы входим в таможенный союз, Молдова становится свободной экономической зоной, мы получаем инвестиции оттуда, 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 то есть, все, что вы обещаете. Если мы, имея эту полноту власти, не выполним это, то тогда мы готовы сесть всем парламентом и со всеми нашими министрами в тюрьму. Значит, я беру на себя обязательство, что если народ республики Молдовы окажет нам доверие, реализовать наш проект о вступлении Молдовы в таможенный союз, о превращении Молдовы в свободную экономическую зону между Евросоюзом и странами СНГ, значит, я беру на себя обязательства, и я уверен, что каждый член партии, то есть, вернее, я не включу в список ни одного человека, который не подпишется под этой клятвой перед народом. Клятвой за невыполнение обязательств все с тюрьму. Это очень радует, потому что здесь есть люди, которые, в частности, Виктор, которого я очень уважаю за его инициативу, вы помните, мы с ним, и он тоже говорит, если Шелин такое скажет, и такой лозунг выдвинет вообще, то я буду поддерживать его тоже. Я прошу вас, я уже взял на себя эти обязательства, со всей ответственностью я взял на себя обязательства, я же понимаю, что то, о чем я сейчас говорю, это записывается, это останется в истории, и это всегда можно мне предъявить. Я считаю, что вообще сама идея такого радикального, вернее, такой клятвы перед народом, перед тем, как ты идешь во власть, она очень правильная. Я вам обещаю, что мы на съезде примем решение об утверждении текста клятвы перед народом, и перед парламентским выбором все кандидаты в депутаты принесут клятву перед собственным народом. Именно с такой формулировкой, которую вы предложили. Но, в принципе, эта клятва может сработать только в том моменте, в том случае, если у вас будет парламентское большинство. Конечно, конечно. Это логично. То есть вы понимаете, если нету полноты власти, брать на себя ответственность за то, что вы не могли сделать. Алло. Можно уточнить, уже, коль меня коснулось. Добрый вечер. Виктор, вечер добрый. Добрый вечер. Тут момент вот в чем. Готовы ли вы, будучи во власти, предоставить народу право решать, выполнили вы свои обязательства или нет? Дело в том, что, Виктор Петрович, насколько я понял, имел в виду отвечать перед судом, который у нас есть, суд, ну, уголовный и так далее. А мы имеем в виду все-таки не только уголовно, это само собой. А передать право именно народу решать, выполнила власть свои обещания или нет. То есть, речь о конкретном законопроекте, о котором вы знаете. Да, я согласен с вами, что не суд продажный должен решать, выполнили ли мы свои обязательства, а народ должен решать. Да, я согласен. Отключите меня, пожалуйста. Я с вами согласен. То есть, я понял. То есть, вы готовы выступить с лозунгом, готовы отвечать перед судом народа, и в случае вашего попадания в парламент будете всеми силами продвигать этот законопроект об ответственности власти перед народом. Кто не знает, я объясню. Перед тем, как выбрать новую власть, народ оценивает деятельность предыдущей. Я вас правильно понял. Да, вы меня абсолютно правильно поняли. Если у вас есть такой проект закона, можете встречаться со мной, передавать, мы его опубликуем, ну, доработаем. Но мы в пятницу его обсуждали. Ну, извините, я не успеваю все смотреть. В пятницу вы принимали участие в эфире. Я в конце подключился, я в начале меня не успевал. А, понятно, все понятно, хорошо, спасибо. Ну, да, у меня еще два вопроса, если я так вклинился, я подожду, извините. Хорошо, давайте, как бы, вот у нас Виктор в Бельсах там что-то просит. Да, да. Виктор, вечер, добрый Бельс. Виктор Петрович, добрый вечер, приятно вас видеть, в добром здравии. Вы знаете, я вот так со стороны сейчас смотрю ваши обсуждения всех этих вопросов. Самое главное мы забыли. Электорат. То есть, те люди, которые пойдут голосовать на следующих выборах. Слишком мало ведется разнесительной работы. Я считаю, что на каждом углу надо кричать о том, что нас ждет в Евросоюзе и то, что нас ждет в таможенном союзе. Потому что люди в большинстве не понимают, они думают, что они получат шенгенскую визу и их понесет по Европам и всех там будут ждать с хлевом солью. Вот это важное упущение, я считаю, на каждом углу. Вы, кстати, как-то, я читал вашу статью и предложил ее размножить в виде листовок, просто в почтовые ящики кидать. Нет, я не согласен с вами. Вы меня слышите? Да, да, да. Мы на прошлых выборах выпустили не менее 400 тысяч газет и потратили кучу денег донести эти газеты до сел. Казалось бы, все люди должны знать, но есть одна проблема. Пока в народе не будет носителей идей, пока не появится в каждом селе, в каждом районном центре люди, зараженные так же, как и я страданием, переживанием за дело, плюс еще будут носителями полезной информации и идеологии, мы не достучимся до людей. Но это типа что-то агитаторов, как было раньше. Вот, вот, я вас в лицо сейчас не помню, похоже, что мы знакомы, да? Да, да, да. то есть, если вы человек заряженный уже, да, то есть, вы тот человек, кто несет от себя, то есть, вас люди знают на работе, вас люди знают во дворе, вы, наверное, неформальный какой-то лидер, коль вы даже сейчас подключаетесь к передаче. Нет, я не лидер, но я всех своих уже знакомых убедил. Я говорю, неформальный лидер, то есть, человек, формирующий общественное мнение в своем кругу. Вот, если я вас сумею убедить и вы в последующем сумеете по цепочке убедить других людей, это более эффективно, чем просто печатать газеты и раздавать. Мы печатали, мы раздавали, там, умные вещи, но люди любят в глаза смотреть. Ну, не сумею я дойти до каждого человека, чтобы он у меня увидел, прощупал меня, в глаза мне посмотрел. А вам он больше верит. И всегда, когда ты политический лидер, у людей всегда есть сомнения, отчего он в политику идет. Он бизнесмен, кинотеатр имеет, там ресторан имеет, идет в политику, наверное, хочет больше денег заработать. То есть, у людей всегда остается тень сомнения. Поэтому, второй человек рядом, соратник, он намного эффектнее, намного доступнее и более доверительно может, как бы, поручиться за эту партию или за этого лидера. А еще лучше, если этот человек будет сам в партии и будет принимать участие во всех демократических процессах, будет принимать участие в делегировании от имени народа депутатов. То есть, я предлагаю, то есть, я делаю предложение следующее. У нас нету сегодня выборов и завтра не будет выборов. Я предлагаю через контакты, через общение найти доверие по отношению друг к другу. В последующем собраться вместе, поговорить в деталях о концептах, о идеологии, о атаках на нас, о контр-атаках наших. То есть, стать, условно говоря, агитаторами и пойти в массы и работать в массах. Потому что не мне поверят, поверят мне вместе с вами. Вот это мое предложение. Я считаю, что это будет более эффективное предложение. А листовки мы сделаем. На каждом углу раздадим во время кампании. Но не это важно. Важно, чтобы вы были людьми, которые формируют общественное мнение. Чтобы вы стали локальными лидерами, которые их уважают и с кем считаются. Я хотел в окончании просто добавить одну ремарку. Многие люди, они уже настолько устали, но они просто не знают еще, куда податься. Вот может быть хотя бы какие-то тезисные, где-то выложить в социальных сетях, тезисные направления, вот даже в вашей линии политической. откройте, пожалуйста, в интернете, напишите Шелин, вектор перемен, три революционные задачи. Я читал заголовок, но не было времени прочитать. Ну вот видите, вы поленились, вы человек общественный, публичный, активный такой в сетях, а поленились почитать. А можете себе представить бабушка или преподаватель, у которого очки разбились? Каково ему? Тут с одним газом хватает разбора, кстати. Друзья, с газом очень интересное направление, это давление. Виктор, Виктор, у меня вопрос к вам. Мы давячи на передаче обсуждали доверие народа к политикам. Скажите, пожалуйста, мы пришли к тому, что люди не доверяют политикам. И вы знаете, что процент людей, которые высказываются, что не будут больше голосовать на следующих парламентских выборах, растет месяц за месяцом. Как вы пытаетесь или как вы думаете убедить людей в том, что вы предложите людям чтобы они поверили, что можно идти за вами? Первое. Никогда словами своими я не сумею убедить людей, что нужно идти за мною. То есть обычно людей обманывают, чтобы они пошли за кем-то. То есть институты, политтехнологи, правильные фотографии, в правильном месте появиться, с правильным человеком появиться. То есть это все работает на людей, чтобы они проголосовали за какого-либо лидера, как политтехнология, как приемы по оболваниванию человека. Если человек искренний, в любом случае у людей есть недоверие. И поэтому я считаю, что только практические действия политика, тогда, когда человек не у власти и когда люди нуждаются в помощи. То есть если человек способен на жертву, не имея власти, если человек способен принять удары против себя, оппонентов, не имея в руках рычагов, ну, дивидендов, только тогда возникает реальное доверие к человеку. Я не говорю, я не делаю намек на то, что еще до выборов два года, и что я сейчас вместе с членами партии борюсь за интересы народа. То есть люди сами понимают, что в Бейц, к примеру, были все политические партии, да, ну, кто-то помахал флагами и ушел, кто-то выступил и ушел, и опубликовал в сайте, а кто-то был до конца, кто-то 16 сентября не вышел на площадь, а мы вышли на площадь, кто-то не поднимает вопрос по газу, мы его не только поднимаем, но мы говорим, возбуждаем процессы против молодого газа, и пожалуйста, молодого газ требует с меня миллион. То есть вот эти конкретные действия, постоянная борьба за интересы народа, для чего она нужна? Не для показухи, а для того, чтобы снизить негативные последствия на людей. То есть сегодня вся моя борьба против власти имеет только одну цель, все равно они делают плохо, но за счет моей борьбы немножечко я сдерживаю эти процессы, немножко оттягиваю до следующих выборов вопрос потери государственности, вопрос потери независимости, сумму украденных у людей денег, я немножко смягчаю вот эти удары, которые есть. И люди, когда придет момент выбора, они это ценят, я думаю, что они это ценят. Важно только не чтобы я перед выборами ходил и хвалился и перечислял все свои заслуги, важно, чтобы это кто-то заметил и начал формировать в массах свою позицию. Не я должен хвалиться, они, другие люди должны обо мне говорить, тогда это имеет эффект. Виктор Петрович, можно я задам еще вопрос? Значит, Виктор Петрович, вы знаете, да, мое отношение к банковской системе, мировой, финансовой системе, ну, мы с вами немножко этот вопрос затрагивали раньше, да, я хотел бы вам задать такой вопрос, меня это очень интересует, как вы смотрите, имея полноту власти, смогла бы социал-демократическая партия, то есть депутаты, сделать следующее, принять закон, который бы запретил судный процент и ростовчительство, кредитование, кредитование под процент, кредитование под процент, возможно ли было бы сделать так, чтобы Молдова вернулась к золоту и серебру вместо этих бумаг, и этих бумажек, которые на самом деле, и даже цифрам в компьютере, которые порабощают нас, и возможно ли, чтобы было запрещено риэлторство? Анатолий, я понимаю, о чем вы говорите, я буду рад, если все понимают, о чем мы с вами говорим, я просто хочу вам сказать, что я категорически выступаю против монетарной политики Соединенных Штатов Америки и вообще монетарной политики, раз. Второе, вы знаете, что в Швейцарии существует не только швейцарский крон как валюта, да? Да. Но еще существует вторая внутренняя валюта. Вы об этом знаете? Я об этом что-то слышал, но именно об этом я не знаю. Я знаю, что в Соединенных Штатах в некоторых городах есть своя внутренняя валюта. прочтите, зайдите в интернет и прочтите о том, как недавно, несколько лет тому назад в Исландии прошла революция, которую никто не заметил. Знаете эту историю? Нет. Плохо. Значит, когда начался кризис, Исландия потерпела фактически полное банкротство. Что она сделала? Значит, президент страны вывел весь народ на референдум. Народ принял решение отказаться от всех обязательств. Полностью всех кредитных обязательств страны. Они сделали денежную реформу и они сейчас вводят вторую. У них есть своя валюта и они сейчас вводят еще одну вторую внутреннюю валюту. И это вторая валюта как раз и тот инструмент внутреннего развития страны, когда даются деньги в работу без процентов. и только тогда возникает прибавочная стоимость или внутренний валовый продукт, когда появляется натуральная масса, то есть материальные средства. То есть, когда страна богатеет и пополняется ресурсами или золотом чистым, или другими ресурсами, только тогда увеличится вот эта вторая, то есть, увеличится вот эта масса внутренней валюты, которая регулирует внутреннюю экономику, рост внутренней экономики и прирост богатства страны. Вот я собираюсь по этому пути идти. На позапрошлой неделе в Молдову был приглашен отец-основатель Евро и он как раз очень подробно рассказал, почему Молдова для того, чтобы сделать мощный экономический рывок, как свободная экономическая зона по проекту социал-групстической партии должна ввести вторую единицу, которая будет как раз и предоставляться экономическим агентам беспроцентно для того, чтобы они могли развивать валюту и будет между этой второй валютой и официальной валютой внутренний такой рейтинг или курс. То есть национализировать лей, он сейчас не является национальной собственностью, не получается, надо изобретать еще одну валюту, для того, чтобы из этого выйти. Правильно я понимаю? Совершенно верно. А почему не национализировать вот нашу национальную валюту, чтобы национальная валюта все-таки принадлежала государству, а не национальному банку? Анатолий, значит, есть два пути. Есть путь, так как Исландия поступила, она национализировала валюту и отказалась от всех внешних обязательств. Есть второй путь, это создание второй национальной валюты. Об этом нужно говорить с вами отдельно и в таком более узком кругу, потому что я уже слишком много сказал, фактически выдаю определенные секреты, и это всегда очень опасно. Виктор Петрович, я знаю, что у Павла есть вопрос, Павел, вечер, все-таки добрый, еще раз. Не вопрос, я просто предложил дамам, очень многие дамы из нашего круга хотят задать вопросы, а не имеют возможности. Все, понял, понял, понял. Итак, Елена. Меня слышно? Да, слышно. Виктор Петрович, у меня такой вопрос, все это хорошо, это все в будущем, два года терпеть этих паразитов сколько можно? Народ устал. Везде на одноклассниках идет сплошная говорильня. Говорим, 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 объединяться, объединяться, объединяться. Под каким лозунгом? За Молдову? Они же продают просто-напросто Молдову по кускам. Что нам останется через два года? Я прошу прощения, понимаете? Я извиняюсь, я не закончила. Есть очень большой пример, когда 78% проголосовали за Советский Союз и через три месяца три мудака, извините меня за выражение, Белорусской Почи подписали распад Советского Союза. А мы в одно прекрасное утро можем проснуться в Румынии. Хорошо, спасибо. Значит, я понимаю, о чем речь идет, и я хочу отдать ответ на этот вопрос. Первое. Три месяца тому назад или два месяца тому назад я, как лидер социал-демократов, подписал с лидером партии коммунистов соглашение об объединении сил самой крупной партии в Молдову и нашей оппозиционной партии для того, чтобы добиться проведения референдума для народа, чтобы народ решил судьбу, вступать в таможный союз или нет. Конечно же, я рассчитывал, что партия коммунистов в очень короткие, сжатые сроки мобилизируется и вместе с нами мы приступим к этапу принуждения альянса к референдуму. У нас есть четко разработанный план известной партии коммунистов о принуждении альянса к референдуму. К сожалению, мы зашли в зиму и этот план не был применен. Что хочу сказать дальше? Люди очень много говорят о способности подняться и встать рядом друг с другом на решительный бой. Мы не можем себе позволить, как это делали коммунисты, выводить по субботам людей, возить их зад и вперед. У меня нет денег, чтобы я мог возить каждую субботу людей на площадь, на часик покричать и потом отвезти их домой. Я способен только один раз собрать людей и один раз добиться победы. Для того, чтобы я почувствовал готов народ к этому или нет, мы сейчас зарегистрировали в одноклассниках группы социал, не членов партии, а сторонников идей социал-демократии. Я хочу посмотреть при активной работе 2-3 месяца сколько людей согласятся лицо свое открыть не как член партии, как а сторонник этих идей, чтобы я понимал примерно потенциал сил в стране для того, чтобы можно потом было обратиться к народу, чтобы мы один раз встали, один раз пришли и один раз решили наши проблемы. Безусловно, я не рассчитываю на то, что нам придется применять силу, но я рассчитываю на то, что один раз под мое обращение народ поднимется с колен, придет в Кишинев и те, кто понимает, что они неправы, не справедливо относились по отношению к народу, значит, сдадутся, капитулируют. Поэтому я прошу каждого из вас очень активно включиться в этот подготовительный процесс, хотя бы продемонстрировать готовность к этому поступку путем регистрации в одноклассниках, в группах, которые начинаются с трех букв, ПСД, и дальше или на молдавском, или на русском, нужно написать наименование районного центра или города, где вы проживаете. В последующем, после 15 января, все эти группы будут переведены в абсолютно закрытую секретную сеть, такую локальную сеть, где мы уже будем друг с другом общаться и говорить о деталях нашей активности гражданской. Если вы понимаете, что я больше не хочу говорить и не могу говорить в прямом эфире, то догадайтесь. Я понимаю, чем идет, спасибо большое. Так, у нас кто-то на аватарке СССР. Вечер добрый. Добрый вечер. Вы с нами, представьтесь. Владимир Смельц, я просто хотел сказать, что у вас в эфире очень сильное эхо. Практически. В эфире сильное эхо у нас. Очень сильное эхо, и по скайту нормально слышно, а в эфире очень сильное эхо. Практически ничего невозможно разобрать. Владимир, отключите, пожалуйста, вы должны понимать, что на сайте идет задержка немножко, там 4 секунды задержка с сайта идет. И поэтому вы одновременно слушаете по скайпу, одновременно слушаете в эфире. Нет, сейчас я ничего не слушаю в эфире, я сейчас только говорю по скайпу. Я раньше смотрел в эфире, и поэтому у вас... не пишут, что эхо нет, очень хорошо сейчас всех слышно, но технические проблемы, конечно, есть, но будем, конечно, над ними работать. Дальше идем. Сергей Кишинев, Сереж, ты с нами? Алло, здравствуйте. Сергей, у тебя вопросы есть, как бы, сегодня вот... Знаешь, вот, жалко сегодня Виктора нету, Вовы из Бельца, он хотел, чтобы вот лидер был с народом, вот сегодня лидер, а народа в лице Вовы нет. Наверное, он как бы работает, посмотрит все как бы в записи. Я надеюсь, он в записи посмотрит, очень интересную передачу, интересно послушать лидера социал-демократов, вот у меня по этому поводу как бы есть вопрос, даже вопроса два. Да, а я скажу, вот до того, как ты задашь вопрос, что я Виктора Петровича очень сильно уговариваю, прошу, чтобы вы мне в этом помогли, чтобы наши встречи носили в рамках студии свободы регулярный характер. Хотя бы, чтобы мы неделю заканчивали с Виктором Петровичем по пятницам, например, вечером, чтобы мы могли проанализировать какие-то события дня и как бы вот... А вы не превратите Альфу Ньюс в НИД-2? Мы ее давно уже превратили, так что нам стесняться не стоит. Я поддерживаю полностью предложение, это я всеми руками за... Я скажу больше, Слава. На самом деле, я хочу сказать такой важный момент, что одного раза в неделю на самом деле недостаточно, если мы хотим расти. Если мы хотим удерживать тот уровень, который есть, то этот уровень у нас, он и будет оставаться с одним разом в неделю. Если мы хотим роста, то это должно быть два раза в неделю. Анатолий, я понимаю, что чем Петровича больше было бы в эфире, тем лучше, но тоже есть работа, тоже есть дела. Для начала было бы неплохо и один раз в неделю регулярно. Все, два раза в деле, а? Дороги будут запасаться вопросами заранее, Слава будут зачитывать. Все, я понял. Сергей, все, я как бы это вот тебе слово. Да, Виктор Петрович, я знаю, что партия СДП имеет соглашение с Народной коммунистической партией Китая и с правительством очень тесные взаимоотношения. Я считаю, что у вас были соглашения определенные по поводу тепличного завода, то есть непосредственно, который будет построен на нашей территории, то есть Республике Молдова, по производству труб. И, кроме этого, еще очень много предложений интересных, очень интересных для сельского хозяйства, тоже при помощи китайских инвестиций, так скажем. Я вообще считаю, что лучше, может быть, сконцентрироваться, все усилия бросить на то, чтобы делать какие-то более такие вещи осязаемые, что ли, чтобы люди видели, что партия, находясь в оппозиции, имеет возможность, при всем при том, что на нее давят и всячески ограничивают в действиях, она создает новые рабочие места, то есть есть программа развития сельского хозяйства. Как его зовут? Сергей. Я в понедельник выдвинул такое предложение, интересное, как теневое правительство. Я считаю, если было бы создано теневое правительство под вашим руководством, которое бы занималось вот такими рабочими моментами, находясь в оппозиции, и показало бы свою эффективность намного больше, чем наше нынешнее руководство. Сергей. Не хочу дальше комментировать их. Я думаю, это было бы намного показательнее, что ли. Сергей, вопрос принят, дадим возможность как бы ответить. Сергей, вы меня слышите? Да, конечно. Все намного хуже, чем вы думаете. Сейчас я вам объясню, почему. Значит, меня избрали председателем в 2010 году. Печать партии я получил в августе 2010 года. Вы знаете, что партию я получил практически голую, без первичных организаций. И уже в ноябре были выборы. Понятно, что мы не могли участвовать качественно в выборах в парламент ноябрьский 2010 года. Но я в ноябре месяце за свои деньги пригласил 500 фермеров из Молдовы и 50 примерно бизнесменов из Китая. Абсолютно на прямой диалог приехало 50 инвесторов и 500 фермеров. Несколько человек из них сделали бизнес совместные предприятия многие не сделали этот бизнес. Почему? Потому что наши люди не потому что они не хотят но потому что они просто не умеют. Наших людей нужно готовить к тому, чтобы они умели бизнес план сделать. Или нужно создавать центры. Когда приходит человек и говорит вот у меня есть 20 гектаров земли у меня есть коровник я чувствую что я хочу вот это и ему специалисты от имени государства должны помочь составить бизнес план правильно его направить и уже тому потенциальному инвестору из Китая который я привез объяснить на английском языке потому что многие даже не знают что вот партнер ваш вот его бизнес план вам это интересно то есть быть посредником государства между молдавским потенциальным партнером и китайским партнером. Все что я мог сделать это я сделал форум поддержки государства никакой нету. Далее несколько предприятий мы составили на следующий год я сделал еще один форум в области инвестиций в промышленность и столкнулся абсолютно с такой ситуацией неготовности мелкого и среднего бизнеса работать с серьезными предпринимателями инвесторами из Китая затем я понимая трезво эту ситуацию принял для себя решение следующее что не надо мне сводить китайских инвесторов и молдавских бизнесменов а надо технологии и оборудование из Китая завести прямо сюда в страну разложить по всей стране в виде лизинговых компаний наши лизинговые компании молдавские ассоциируют ну обычно что делают трактор в аренду ну в лизинг дают комбайн в лизинг или там какое-то навесное оборудование в Китае есть самая крупная лизинговая компания у которой такие же проблемы были примерно 15 лет тому назад крестьян много но никто не понимает все хотят жить но никто не понимает как это сделать поэтому была специальная национальная компания лизинговая сделана выглядела примерно так как в советские времена слегка техника выглядела огромные склады в этих складах маленькая мельница до большой мельницы маленький генератор до большого генератора трактора комбайны автобусы машины и прочее даже наждачка есть и есть определенные стандарты если человек имеет столько земли и имеет столько работников и он примерно может вырастить столько это урожая он имеет право взять один комбайн два трактора столько навесного оборудования и даже не имея залогов ему это дается в лизинг потом на текущую деятельность ему дается к примеру 100 тысяч то есть 1 миллион лей 100 тысяч долларов лизинговые права приходить на этот склад и в течение года брать ну все что угодно гвозди порошок там еще что-то ну в кредит как бы брать и на следующий год рассчитываться за эти 100 тысяч долларов за мелко штучку а по большой технике от 5 до 10 до 15 лет рассчитываться то есть совершенно другая система лизинговых отношений между тем кто хочет продать что-либо оборудование и тем кто хочет это получить это очень хороший положительный опыт я изучил в Китае в этом году 2012 году я потратил кучу денег не для бизнеса я же заявил всем что я пока в политике отказываюсь от того чтобы заниматься бизнесом потрачил кучу денег объездил весь Китай возил с собой в делегацию даже не членов социал-демократической партии были с демократической партией были с коммунистической партией предприниматели я им тоже хотел показать возможности Китая и договорился с этой самой крупной компанией китайской чтобы они приехали на наш рынок у меня есть документ о том что начиная с 1 января 2013 года эта лизинговая компания должна 60 миллионов долларов завести сюда все оборудование открыть лизинговые такие компании что происходит уважаемый Филат уважаемый Лупу уважаемый Гимпу абсолютно не уважаемый мною Додон принимает бюджет на 2013 год и слушайте то что я вам говорю и теперь все иностранные инвесторы которые ранее вносили в уставной фонд оборудование технику и прочее завозили в Молдову и раньше были освобождены от НДС и пошлин теперь как миленькие должны будут даже при внесении в уставной фонд платить по полной программе все пошлины и НДС то есть теперь китайская компания если она очень хочет работать в Молдове а не она хочет а я хочу чтобы они пришли в Молдову должна будет на 60 миллионов заплатить 12 миллионов НДС и еще 6-8 и еще 8 миллионов пошлины и того 20 миллионов на 20 миллионов на 60 миллионов инвестиций 20 миллионов должна сюда завестись и она хочет это внести в основной фонд то есть а если она хочет по линии международного лизинга внести то сейчас только до 3 лет по линии международного лизинга можно ввозить оборудование которое нужно давать на 10-15 лет да никто в Молдове больше не придет никакой инвестор не придет никакая лизинговая компания и вот вся моя работа в течение двух лет по той программе которую вы сказали Виктор Тойч докажите делом трудом что вы можете привлечь инвестора и что-то сделать она летит в пух и прах почему это происходит потому что Альянс за европейскую интеграцию получил деньги ранее для того чтобы добиться власти закрепить власть а теперь этот Альянс отрабатывает эти деньги каким образом Альянс за европейскую интеграцию всем говорит красивые слова мы Молдова подпишем с Евросоюзом договор о свободной торговле вы это слышали что это означает это означает что все что в Европе производится беспошлино может идти в Молдову вы меня слышите да беспошлино и все что производится в Молдове может идти беспошлино в Европу соответственно в Молдове ничего не производится то что нужно европейцам и в Европе производится все что нужно молдаванам то есть европейцы захватывают полностью молдавский рынок сбыта и никогда больше национальный производитель здесь не нужен Именно по этой причине Альянс уже с 1 января 2013 года через пару дней не пускает сюда инвесторов, а наоборот ограничивается, чтобы они сюда пришли, устанавливает НДС и пошлины. Ребята, конец Молдавской Республики. Конец Молдавской Республики. И именно по этой причине ГИМПУ говорит, надо денонсировать договор о преднестровском урегулировании 1992 года. Поэтому этот академик долбанный румын говорит, для того, чтобы Молдова подписала договор о свободной торговле с Европой, для того, чтобы молдаване получили безвизовый въезд, надо установить границы вдоль Днестра. То есть Молдаване собирается, Альянс собирается установить таможенные пункты, пограничные пункты, уже в следующем году вдоль Днестра установить железный занавес и полностью отказаться от нашего Приднестровья. Я именно поэтому позавчера ездил в Приднестровье в Тирасполь, разговаривал с Аксакалом Приднестровья господином Маракуци и просил и умолял он в качестве помощника Шевчука, чтобы он убедил Шевчука, чтобы Шевчук не поддавался ни на какие провокации. Ни на какие провокации, потому что наш Альянс уже для себя решил, что он должен установить железный занавес по Днестру, отказаться от Приднестровья, а соответственно произойдет полное поглощение Молдовы. И мы ничего не сделаем, если это произойдет. Дальше нас может ждать только гражданская война. Насчет китайцев. Со всем своим авторитетом, со всей совестью, которая у меня есть, заявляю вам о том, что в понедельник, этот понедельник, после посещения правительства России, правительства Белоруссии, правительства Украины, в Молдову прибыла делегация академиков по экономическому праву Коммунистической партии Китая, они же, это академия при Министерстве торговли Китая, они приехали, они два дня работали со мною, с председателем маленькой оппозиционной партии Молдовы, не встречались ни с какими другими лидерами партии, ни с каким-либо руководством Молдовы, только посетили Министерство экономики, где еще раз убедились, что Молдова дура, хочет подписать с европейцами договор о свободной торговле, то есть продать территорию сбыта, и встречались со мною и очень детально изучали мое предложение о превращении Молдовы в свободную экономическую зону, и говорят, что мы ваших не понимаем. У Молдовы нет потенциала, чтобы Молдова могла конкурировать в производстве автомобилей, в производстве удобрений, в производстве там еще чего-то, но у Молдовы есть уникальный шанс, она находится на стыке европейских стран и стран СНГ. От Балтийского моря до Черного моря есть только одна маленькая страна, которая может себя объявить свободной экономической зоной, не офшорной, не заниматься бабками и отбыванием денег, а изменить налоговое законодательство и позволить, чтобы сюда заходили грузы без пошлых, без НДСов, организовывать здесь производство, получать сельскохот Мейден Молдовы и отправлять и в Европу, и в страны таможенного союза, и в СНГ. И это уникальный шанс. А также использовать Молдову для экспедиции этих грузов. Я со всей ответственностью заявляю, пусть говорит Дадон все что угодно, пусть говорит Умный Лупу все что угодно, кроме социал-демократа в стране ни у кого нет экономической программы возрождения экономики. Ни у кого. И это уже признают лидеры китайского государства. После избрания нового секретаря коммунистической партии Китая, первым человеком, который его поздравил, и первым человеком, которому он ответил, был я. Мы публиковали в средствах массовой информации поздравительное письмо нового лидера коммунистической партии, который подтвердил о том, что между социал-демократами Молдовы и коммунистической партией установлены братские отношения, и он сделает все возможное для развития экономики Молдовы и процветания молдавского народа. Китай наши друзья. Но у нас ситуация драматичная. Филат сегодня сказал, что для Альянса за европейскую интеграцию 2013 год является решающим. Я вам отвечаю, что для молдавской государственности, для молдавского народа 2013 год тоже является решающим. Но это возможно только при жестком сопротивлении молдавского народа против политики Альянса за европейскую интеграцию. И думайте сейчас не о каких-то мелочах, а думайте об очень серьезных процессах. Потому что эти процессы будут. И я вас уверяю, что они четко и ясно понимают, что в Молдове есть несколько лидеров, которые сопротивляются Альянсу, и будет и гадость, и уголовщина, и могут и закрывать. Но вы должны понять, что этот год мы не должны сдать. Мы сдадим этот год, мы сдадим всю нашу страну. Я это не говорю, потому что я реакционер. Вы видите, что СССР массовой информации пытается превратить лидера социал-демократов как политического хулигана. Шелину назначили 3000 лея штраф за то, что он провел митинг в солидарности 16 сентября против румынских унионистов. И на публике два дня висит объявление, что Шелину дали штраф. А пригласить на публику, поговорить об экономике, о политической жизни в стране, они не хотят. Поэтому все средства массовой информации сейчас будут зомбировать население, что лидер социал-демократов, политический хулиган, раздавал бельцах пиво. Вот таким образом будут зомбировать людей, на него административное дело одно, второе, уголовное одно, второе, раздавал пиво, будут крутить эти кадры для того, чтобы народ сказал, ну действительно, бизнесмен, миллионер, еще и хулиган, беспредельщик. А вы должны думать не об этом, вы должны думать о большем, о реальной угрозе национальной безопасности в 2013 году. Неспроста преднестровские СМИ сегодня заявили о том, что Молдова готовится к войне. Неспроста преднестровские СМИ сегодня заявили о том, что на полигоне в Бульбоках проходит учение по использованию оружия в городских условиях. Неспроста президент Шевчук в Москве заявил руководству России, что Приднестровье берет все накопленные долги на газ на себя. То есть Приднестровье уже понимает, к чему все складывается в Молдове. И уже взял все долги, накопленные Приднестровьем, на себя. Это означает, что уже Россия не будет предъявлять Молдове эти долги, потому что понятно, к чему речь идет. Я очень сожалею, правда нас не слышит президент Путин, что поле активности Российской Федерации в Молдавии никакое. И разговоры Путина, Медведева о соотечественниках ничего не стоят, если они здесь не проявляют реальную защиту. Здесь пукнуть кто-то не успел. Президент Соединенных Штатов Америки уже делает декларацию, что он против того, что пукнул молдаванин. А здесь бесчинство против русских происходит, против русского языка, против нас, всех молдаван, против нашей религии. А русские молчат. Поэтому надо наших соотечественников поднимать в России, чтобы они тоже, используя доступ к средствам массовой информации в России, высказывали озабоченность нашу здесь, в Молдове. Виктор Петрович, спасибо. Фронт народного сопротивления, и при том подпольный фронт народного сопротивления. Если будете голову высовывать из окопа в раньше времени, снайперы подстрелят. Значит, надо сейчас заниматься только самоорганизацией. В каждом районном центре, в каждом городе нужно чувствовать единомышленников, становиться рядом, говорить, договариваться, сколачиваться. И регистрироваться там, где я вам посоветовал, чтобы мы могли хотя бы информационно до вас достучаться, когда нужно будет. Нужно создавать отделение фронта народного сопротивления по всей республике. Не надо про теневой кабинет министров. Я вам говорю о серьезных вещах, вы продолжаете в игры играть. Вон Додон теневой кабинет министров создал. Кому он нужен, этот теневой кабинет министров? То есть четкая программа. Я вам говорю, Молдова должна быть свободной экономической зоной между Евросоюзом и странами СНГ. Это наш экономический успех. Теперь нужно отстранить альянс от власти, добиться того, чтобы самые достойные представители народа пришли во власть и реализовали конкретный план экономических реформ. Не будет денег, не будет здоровья, образования, спорта, культуры, ничего не будет. Нужно научиться зарабатывать деньги. Не надо ругаться с европейцами, не надо ругаться с русскими, не надо ругаться с китайцами. Надо на территории Молдовы создать такие условия, чтобы и европейцам, и русским, и китайцам было выгодно у нас на территории Молдовы делать бизнес. А мы, чтобы за счет них зарабатывали деньги. В связи с этим, Виктор Петрович, что-то плохо я вас слышу. Виктор Петрович, вот смотрите, ведь реально есть 230 тысяч человек, которые просто поставили подписи. Есть огромное количество людей, которые готовы будут тоже поставить подписи. Возможно ли заново инициировать вот такой вот вариант с объединением? То есть, ну, допустим, я не знаю, для того, чтобы не было всяких фальсификаций, всяких инсинуаций на эту тему, например, чтобы каждая подпись чуть ли не была заверена нотариусом, помогло бы это или нет? Анатолий, вы слышите меня? Да. Я считаю, нет. Вы слышите меня или нет? Что-то, Виктор Петрович, не слышно. Звука из студии не слышно. Из студии нет звука. Посмотрите на микрофон, пожалуйста. Одну секунду. Скажите, ничего не слышно. Слышно меня? Раз, раз. Ну, а так слышно, ребята? Слабо было слышно. Меня слышно, ребят? Тебя слышно? А меня? Виктора Петровича не слышно. Меня слышно его микрофон. Меня слышно сейчас? Алло. Сейчас, секундочку. Слышно вас? Слышно. Вас, тебя, Слава, слышно. Виктора Петровича не слышно. Меня сейчас слышно или нет? Алло, слышите? студия виктора петровича слышно так хорошо слышно или нет нет трансляции до слышно так хорошо можно говорить да значит скайпе не слышно короче трансляции говорите ребята значит послушайте не слышно не слышно нет нет никакого смысла второй раз собирать подписи по моей просьбе коммунистическая партия повторно оформила законодательную инициативу еще до того как сырбус бежал с коммунистической партии и парламент обязан будет повторно рассмотреть вопрос на назначение даты референдума когда этот проект закона будет уже рассматриваться в парламенте повторно вот тогда весь молдавский народ должен прийти к стенам парламента и сказать кучкину мать и заставить их чтобы они приняли закон понимаете меня или нет то есть эти 230 тысяч человек должны быть готовы в любом месте 30 тысяч человек ехать 10 тысяч человек хватит но чтобы они были еще раз мы правильно для того чтобы они были нам нужно сейчас проводить работу да нам надо про в общем-то самим быть напряжение и держать людей в этом в общем-то напряжении информационном поле так скажем нашем информационном поле согласен анатолий меня слышно да у баптистов как не смешно нет пардон свидетели еговы есть очень хороший обычай они ходят 22 по дому что по домам стучатся в дверь и говорят разрешите мы с вами поговорим хотите меня слышать слушайте не хотите меня слушайте извините мы пошли дальше также надо поступать и нам 22 потому что одному могут и надо навалять как говорит у нас народ такой что если он не согласен он начинает моментально орать и выступать кулаками вдвоем можно немножко отбиться вот так и надо из дома в дом и в дверь у меня есть немного другое предложение виктор петрович насколько сегодня мы реально можем уже приносить людям какую либо пользу именно пользу чтобы люди видели что мы приносим сегодня пользу не находясь у власти мы уже приносим пользу я уже несколько идей выдвигал что это могут быть обучающие это все не катит понимаешь дело в том что сейчас самое основное просвещать народ ази снисляет натуре будет абсолютно я с вами абсолютно согласен елена друзья друзья надо но есть момент видишь начинаешь объяснять этой бабушке которая пойдет видишь что у нее грязно что у нее это самое не подметено помоги ей сходи в магазин и параллельно объясни вот я об этом вам и говорю что на самом деле если объясняет человек которому нет доверия то это объяснение кто нам мешает скажи друзья одну секунду давай как бы вот наше время подошло немножко как бы концу я понимаю что страсти страсти как бы кипят я как бы подпаду тоже вы все правы вы говорите вы говорите правильные вещи нужно объяснять людям рассказывать мы этим и занимаемся вот этот передача студия свободы она скажу вам честно вымучена на вы поймите чтобы мы долго искали формат мы долго искали время этой передачи мы пробовали методом проб и ошибок на протяжении полугода как должна родиться эта передача и сам показатель того что через две недели нас уже стабильно 60 70 человек на каждой передаче говорит о том что мы на правильном пути и мы растем как бы дальше то есть я думаю что мы будем только развиваться дальше вы говорите правильно что нужно снимать обучающий материал чтобы мы не только в передачах встречали а был какой-то такой видео фрагменты были которые бы объясняли ситуацию стране я думаю это все есть в планах у лидера социал-демократов на 2013 год я как бы ему даю последнее как бы слово сегодня в рамках передачи рассказать о планах на 2013 год успокоить людей что вы об этом как бы думаете вы это знаете и совсем скоро люди это увидят ну как бы вам закрепить я я сейчас там еще есть люди которые не поговорили или ну то есть вопрос обещали и не дали давай хорошо давайте экспресс вопросы давайте давайте последний экспресс вопросы по кругу и потом как бы уже с планами на 2014 год успокойте людей что вы это знаете и вы это готовите виктор давайте как бы по списку короткий вопрос от ответ я смысле да вы в виктор да вы короткий вопрос ответ вы признаете легитимность нынешнего парламента и так называем президента я не понял просто я заявил после избрания президента о том что президент избран нелегитимно я сказал о том что парламент сохранил власть нелегитимно но после того то есть это я даю юридическую оценку но мы все прекрасно понимаем с вами что вновь избранного президента поздравили президента различных стран и они фактически закрепили нелегитимную власть нашей стране но после того как президент тимофтия находился рядом с президентом бесеску и сказал что нет молдавского народа а есть единый румынский народ разделенный прутом я публично сделал заявление трехся от молдавского президента и сказал что не буду признавать ни указы не буду жаловаться никогда и обращаться к президенту тимофтия соответственно все соглашения с евросоюзом они тоже нелегитимны ну и юридически не понимаете вы мы мы сейчас с вами на эмоциях да власть нелегитимна лидеры в нарушении конституции существующих законов сегодня удерживает то есть узурпирует власть еще такой короткий очень плохо слышно вас есть я и сему ждал да такой вопрос разъясните пожалуйста я вот не могу понять россия недавно вступила в то а по правилам в то цены на энергоносители должны быть равны мировым через несколько лет у россии кончится буферный период и она вынуждена будет соответствовать то есть как получается она сама себе будет продавать по мировым а нам случае в томоженный союз три раза дешевле опять же с тем же чтобы внутри молдавии они опять по мировым продавались я с вами не абсолютно не согласен абсолютно с вами не согласен я вашего я не утверждал вы спрашиваете нет это не так значит принципы этого следующие если россия продает куда-либо какие ну свои товары то эти страны не имеют права к примеру пошлину на российских товаров ставить более 15 процентов могут 2 могут 3 могут 15 но не более если эти страны наоборот в россию поставляют аналогичные товары россия тоже не имеет права более 15 процентов ставить таможенную пошлину к примеру если россия хочет защитить свой рынок она может увеличить акцизы но размер акцизов должен быть для алкоголя сигарет как для внутреннего производства так и для тех кто заводится в россию быть одинаковые есть еще ряд специально оговариваемых условий а также есть и исключения то есть если на момент вступления россии в т.о россия чего-то добилась она могла ну каких-то преференций для себя специальных она могла добиться их навсегда а могла добиться на какие-то переходные периоды но то что вы сказали что россия обязана поставлять нефть продавать нефть внутри россии или внутри таможенного союза по таким же ценам как она продает на экспорт это неправда россия обязана котировать свою нефть на бирже и бирже должны определять среднеизвешенные цены но это опять же не запрещает россии к примеру с китаем заключить другое соглашение которое было заключено к примеру китай дал предоплату 25 миллиардов за будущий газ и россия установила на весь период очень низкую цену на газ то есть это прямые контракты это не биржевые сделки поэтому это это не проблема то есть и вообще таможенный союз весь строился на принципах в т.о всемирной строил отношения внутри между беларусь и казахстана на принципах в т.о поэтому сегодня весь таможенный союз сформирован на принципах в т.о а так как происхождение товара что казахский что белорусский товар что русский имеет один и тот же сертификат теперь единый сертификат таможенного союза то он сделан так чтобы он соответствовал в т.о проблем никаких нету не надо на это тратить время спасибо а анатолий короткий вопрос есть нету как бы у меня есть давай долстого коротко коротко значит я обычно после конструкции для того чтобы критика была как бы так скажем полноценная она должна создавать создавать какое-то предложение значит виктор петрович я хочу сделать одно предложение которое возможно вам понравится и вы его поддержите сегодня мы еще не власти но ну то есть и социал-демократ и вы не у власти и социал-демократы пока в оппозиции но сегодня мы можем сообща кое-что делать используя наши в общем то ресурсы и в прошлой передаче я сказал что каждый человек может выделить один час в день для социально полезного труда что это может быть и как это может выглядеть сегодня я предлагаю вам например чтобы мы мы запустили несколько машин социального такси для инвалидов который инвалидов колясочников то что мы видим то что они не оборудовано вокруг инвалиды вообще большая проблема вот я предлагаю чтобы вот такой но бесплатно они могли вызвать такой автомобиль и пользоваться по мере наших сил чтобы могли им это предложить следующие я предлагаю чтобы пенсионерам мы организовали доставку продуктов питания домой то есть по оптовым ценам я знаю что это возможно с теми ресурсами которые есть у вас лично и социал-демократов в частности следующее мы можем организовать рейды содействия полиции или dnd как было раньше да помощь в организации например на предмет того чтобы не было хулиганья или например на предмет тому устраивать рейды чтобы не продавали несовершеннолетним алкоголь сигареты и заявлять о таких нарушениях в полицию вот или после 22.00 еще один момент психологические и юридические консультации то есть понятно что это вы скажете сейчас что наверняка нужны специалисты но я больше чем уверен что как раз вот тот социально полезный труд час в день мы сможем найти юристов психологов которые будут проводить вот эти консультации могут для начала возможно это через телефонную линию как горячая линия может быть это каких-то вот офисах следующий момент то есть и в общем то мы можем также заниматься приемом всяких макулатуры и так далее и все деньги от выручки направлять на финансирование вот вот этих проектов вот как мое как предложение ну первый вопрос практически совсем что вы сказали я солидарен предлагаю несколько вам подумать еще а также другим кто нас слышит подумать и ну как бы сжато сформулировать эти все вещи или написать мне или просто прийти в партию сесть со мной чтобы мы более детально обсудили эту программу и естественно я понимаю что не закончится эта история тем что вы мне поручение дадите но и активно примите участие в организации безусловно я об этом и говорю что я готов в этом активно принять участие я знаю что есть люди которые тоже из числа слушателей готовы были бы это сделать в общем то я согласен лично я со своей стороны готов и заниматься и выходить вместе с людьми и не только сидеть там за компьютером и трепаться я готова время участвовать активно в этом проекте и активно продвигать эту идею и взять на себя ответственность всем всем людям говорю о том что все нормальные идеи которые помогут нам то есть помогут людям мы готовы поддержать готовы в них участвовать только одно условие тот кто предлагает тот и должен участвовать только не давайте задания давайте вместе объединять усилия согласен то давать усилия и вместе делать хорошо а просто отъединить наше в общем мое желание и возможности с вашими желаниями возможности желаниями возможностями тех людей которые сегодня присутствуют значит за сегодня у нас 70 если каждый по часу будет выделять на социально полезный труд то послезавтра у нас будет 140 потом 150 потом уже будут ну присоединяться к этому делу побольше людей хорошо ребят значит меня в фейсбуке вы видите в одноклассниках вы меня видите мой адрес электронный очень простой меня зовут виктор петрович шелин в точка п точка эс х эс х елен шелин собачка джимайл джимайл ком пишите просто виктор петрович шелин да пожалуйста пишите анатолий спасибо за вопрос спасибо виктору за ответ дальше сергей кишинев если есть короткий вопрос короткий потому что у анатолия короткий получился как хороший был большой длинный сергей у меня не вопрос у меня пожелание я хочу пожелать успехов удачи в реализации намерений своих на пользу благо общества и выдержки и до новых встреч правильно сергей бросаем бросай курить вера вера здравствуйте добрый вечер добрый вечер у меня был далеко не короткий он был в принципе самого начала передачи поэтому я уже понимал что задавать его даже нет смысла может быть потом как не хорошо задавайте у меня единственное какой вопрос что конечно очень бы хотелось видеть или сайт или я нашла кстати вашу статью вектор перемен три вектора вектор перемен специально уже сделала себе закладку я ее очень внимательно хочу не просто прочитать как бы очень внимательно прочитать чтобы можно было чем-то потом апеллировать я не веду к людям не к вам но хотелось бы побольше все таки вот такой вот печатной информации хотя бы на тех же сайтах если это можно вера вам вопрос принят я думаю так я задам этот вопрос к планам на 2013 год как бы я так думаю дальше кто нас виктор бельце друзья я прошу всех кто задали вопросы уже как бы андрей андрей здравствуйте андрей здравствуйте я просто хочу вас поблагодарить очень сильно за то что вы есть и за то что хочется брать с вас пример что вы знали что сила есть народе мы готовы и за вами когда надо будет спасибо большое объединяйте вокруг себя единомышленников это главное чтобы когда нужно было десятка двадцатка сотка тысяч тысяча появились андрей спасибо и у нас последний гость сегодня в передаче седа светлана день добрый вечер добрый здравствуйте митру петрович я хотела задать вам такой вопрос слышно меня слышно мы тут уже об этом разговаривали про то что мы должны сами поднять народ с колен что мы должны им объяснить мы должны обговорить я переживаю в основном за пожилых людей которые не могут сидеть за компьютером которые не могут видеть нас и слышать так как мы молодежь и средний возраст что вы будете предпринимать для этого чтобы достучаться еще до стариков ведь их лишать хотят сейчас даже русских каналов их даже предупредили что они должны поменять русский российский этот советские паспорта что они не имеют права не голосовать ничего что вы будете предпринимать таких случаях если можно я просто как бы подытожьте и как бы объедините вот ну это тоже наверно входит в план на 2013 год парт строительства и лично как бы ваших планов значит я очень четко понимаю что демографический состав нашей страны очень критический что я имею ввиду на в нашей стране 880 тысяч пенсионеров то есть это люди которые построили эту страну и которым мы должны именно эта категория людей получает самые маленькие доходы до 1500 лей а у нас 1500 лей это минимальный прожиточный уровень то есть это вот ниже это уже животное а вот 1500 это минимальный прожиточный уровень туда входит количество килокалорий а не ассортимент еды дальше у нас 400 тысяч бюджетников которых тоже надо кормить они получают деньги от нас и есть еще 600 тысяч тех кто создают деньги и еще дети то есть пропорция один работающий на трех нуждающихся во всех странах с развитой экономикой все наоборот три работают чтобы одного пенсионера или ребенка прокормить соответственно когда у нас такая серьезная проблема нам нужно чтобы этот один работающий зарабатывал в три раза больше доход обыкновенными текущими то есть обыкновенными и известными методами развития экономики невозможно за быстрый период так так много обеспечить доход на одного работающего человека альянс относится к этому очень просто и очень цинично я хочу чтобы вы знали эту правду альянс создает невыносимые условия для жизни здесь русскоязычных чтобы вот эта часть пенсионеров удирала из страны чтобы дети понимали безысходность в этой стране русскоязычных и уезжали жить в Россию на Украину, Белоруссию и вывозили с собой стариков альянс не помогает старикам и даже говорит о том что 40 тысяч стариков лектората коммунистов умирают то есть они радуются тому что умирают 40 тысяч стариков лектората коммунистов это геноцид собственного народа то есть я не хочу нагнетать ситуацию я говорю просто правду альянс европейскую интеграцию готов выжить отсюда пенсионеров которых надо кормить в чем отличие либералов в мире от социал-демократов либералы говорят что Бог так решил дал одному силу другому слабость так оно должно быть закон джунглей социал-демократы говорят мы тоже знаем что есть Бог одному дал силу другому нет но мы социал-демократы существуем именно для того чтобы помочь слабым почему потому что сильные и сами выживут поэтому вся политика социал-демократов все программы социал-демократов направлены на то чтобы создать такие экономические условия для заработка тех кто может работать чтобы хватило тем кто нуждается сегодня в доходах не в помощи это наше обязательство перед ними это не милосту не просят они создали эту страну мы ее продаем мы пользуемся более молодые поэтому мы обязаны дать достойный доход этим людям то есть мы должны платить им за то что мы пользуемся тем что они создали в этой связи какие планы на 2013 год никаких такой никакой речки я не предлагаю ничего велотекущего я не предлагаю почему потому что я говорю со всей ответственностью что 2013 год объявлен альянсом за европейскую интеграцию как судьбоносный год суть заключается в следующем альянс может выиграть следующий выбор только в том случае если он обеспечит безвизовый въезд и договор о свободной торговле с Евросоюзом повторяю договор с Евросоюзом это заполнение молдавского рынка импортными товарами и безвизовый въезд это отправка наших молдавских гастарбайтеров на заработки на самые плохие рабочие места почему чтобы они зарабатывали присылали деньги они шли на полки магазинов и через импортные товары опять уходили туда за границу это их цель для этой цели они должны установить железный занавес вдоль Днестра и мы должны потерять наше любимое Приднестровье и фактически разделить молдавский народ то есть сегодня вопрос стоит о угрозе национальной безопасности идентичности нашей нации и вообще государственности Молдовы поэтому в следующем году нам предстоит очень серьезно бороться пенсионер не выйдет бороться за свою родину он полон страха он обречен по большому счету поэтому надежда только на патриотически настроенных сотрудников спецслужб на патриотически настроенных сотрудников МВД работников прокуратуры которые тоже молдаване и тоже не хотят быть румынами или продать эту страну то есть они должны быть с нами если у вас есть знакомые, близкие вы должны убеждать патриотически настроенных сотрудников органов что они должны быть собственным народом должны быть с нами, с теми, кто борется против альянса за европейскую интеграцию второй вопрос вы должны в каждом районе, в каждом селе, в каждом городе находить единомышленников записывать имена, записывать телефоны организовываться и должны проявляться через нашу партию через студию свободы проявляться те, кто является лидерами этих единомышленников для того, чтобы мы понимали сколько в каждом селе, в каждом районе людей которые неравнодушны и готовы в 2013 году бороться за независимость и суверенитет нашей страны да, я так говорю, что попахивает порохом но не может такого случиться что альянс будет отрывать нашу государственность и не найдутся силы, которые будут этому сопротивляться я как лидер политической партии буду говорить об этих угрозах открыто я буду писать в Совет Европы я буду писать нашим товарищам в Китае я буду писать президенту Российской Федерации нашим соседям в Румынию благо, что в Румынии резкие изменения политической системы там победили антиамериканские политические силы я имею ввиду социал-демократов Понту который уже заявил во время импичмента Басеску о том, что он не позволил, чтобы Соединенные Соединенные Америки через политиков руководства Румынии руководили всем румынским народом я ожидаю изменения векторов внешней политики Понта уже в два раза сократил отчисления с счетов правительства на унионистские организации это уже очень хороший для нас сигнал то есть мы в ближайшее время можем рассчитывать на более уважительное отношение румынского государства по отношению к нам и снижение риторики румынского унионизма но я думаю, что этим наоборот то есть отсутствие тех денег будут заменены местными деньгами на разжигание унионистских настроений то есть моя задача организовать здоровые силы молдавской нации патриотический народ для того, чтобы в случае необходимости мы могли различными мирными акциями различными мирными митингами обратить внимание мирового сообщества то, что мы хотим жить в своей стране независимой, суверенной и никому не позволим, чтобы кто-либо руководил молдавским народом в виде граждан Румынии которые сегодня засели в парламенте и правительстве 2013 год цифра 13 тяжелая для меня она всегда была удачная поэтому я если кого-то не увижу до Нового года всех поздравляю с наступающим годом трудным годом если Альянс объявил молдавскому народу войну сказав, что для Альянса все, что для Альянса хорошо для молдавского народа плохо если Альянс сказал, что 2013 год это год решительный решающий для них их судьбу то для нас это соответственно год народного сопротивления против Альянса поэтому думайте советуйтесь объединяйтесь привлекайте в свой круг людей, которые имеют тактический склад ума привлекайте организаторов ближе к себе и нам предстоит от района к району с каждым из вас встречаться для того, чтобы обсуждать то, что нельзя обсуждать в эфире Виктор Петрович, вопрос такой вот в идеологическом плане у партии какие планы на 2013 год люди просят материалов люди просят огня такого идеологического материала чтобы могли бы научиться сами и научить других показать кому-то ссылочку кому-то первое я напоминаю о том, что все-таки мы открыли в одноклассниках группы ПСД по каждому району эти группы ПСД в одноклассниках будут источником честной информации в последующем во второй половине января мы создадим для членов партии и протестного движения закрытую социальную сеть где мы будем обсуждать определенные детали наших плановых взаимоотношений и второе начиная с января месяца мы будем выпускать бюллетень социал-демократической партии где будем регулярно ставить в известность о всех тенденциях правдивых и всех наших планах через бюллетень этот бюллетень будем, наверное, распространять через наши партийные ячейки через вас тех, кто подключится как гражданское общество к нашей общей борьбе Виктор Петрович спасибо вам за плодотворную дискуссию два часа пролетели снова незаметно я надеюсь что вы, Виктор Петрович услышите чаяния людей которые были сегодня в эфире все-таки согласитесь на мое предложение ну хотя бы раз в неделю я предлагаю это по пятницам или может даже в четверг чтобы мы могли как бы еще донести людям чтобы мы это нашу встречу уже сделали как бы постоянно людям будет понятно что в каждый четверг или каждый в пятницу отложить все все свои дела и ждать встречи с Шеллином в рамках студии я всегда напоминаю что у меня при себе планшет значит всегда можно на меня выйти через одноклассники через фейсбук я часто еду в машине если вы видите букву с буквой Т иногда путаю потому что трясет в машине но стараюсь отвечать поэтому пишите мне я постараюсь Вячеслав постараюсь обещать не могу но постараюсь каждый четверг быть хорошо Виктор Петрович вам спасибо за передачу спасибо всем тем кто сегодня был с нами диалог и передача была на самом деле откровенная честная даже я узнал для себя много нового и много интересного спасибо всем тем что были с нами на протяжении всего 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 этого времени я надеюсь вы для себя тоже узнали много нового интересного у вас есть теперь что рассказать людям на 1, 2, 3, 4, 5 потому что вы меня спрашиваете точно так же в социальных сетях а что по этому вопросу что по этому вопросу что думает Шеллин здесь или вот в другой момент теперь вы сегодня узнали с первых уст что думают лидеры социал-демократов и какие планы развития у него в рамках страны на 2013 год что нам делать то есть понятно что 2013 год будет сложен для молодовского народа но мы как скажем без боя не сдадимся спасибо вам всем за передачу мы ее выложим совсем скоро уже в онлайне передавать ее друзьям мы эту передачу нарежем на маленькие кусочки где будет освещен каждый вопрос передавайте ссылки на эти видео друзьям знакомым чтобы они точно так же знали правдивую информацию в стране вам спасибо и всем до новых встреч всем до свидания до свидания спасибо 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 спасибо